Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 32 главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как Аарон делает золотого тельца. Это с 1 стиха по 6. Далее говорится о гневе Божьем и как Моисей заступился за народ Божий. Это с 7 по 14 стих. И с 15 стиха и до конца говорится, как Моисей разбивает скрижали закона Божия и какое наказание отступников после этого было. И мы читаем. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, и мы не знаем, что сделалось». Мы помним, что в глазах народа Моисей вошел в облако осеняющее и скрылся из глаз народа. И вот все это время народ ожидал, когда же Моисей вернется, и народ при этом был очень нетерпелив. И они предъявляют претензии Аарону, и они говорят, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами». Имеется в виду другого Бога. Им кажется, это связано с тем, что с этим человеком, с Моисеем, что-то случилось. Но мы помним, что когда Господь наш Иисус Христос возносился, то облако взяло его из вида. И с этого момента история церкви становится историей ожидания, когда же он вернется так же, как он вознесся. И кто-то говорит, а может быть, он не вернется? Может быть, нам нужен какой-то другой Бог вместо христианского Бога? И они требуют и от церкви, и от разных политических лидеров, чтобы им дали новое направление. И дьявол уже готов подсунуть им всем, и уже подсовывает культ золотого тельца. Когда национальной идеей объявляется обогащение и взаимная конкуренция, чтобы мы хороводили вокруг этого нового Бога. И сказал им Аарон, здесь Аарон проявляет малодушие, беспечность, «Выньте золотые серги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сейчас для России тоже придумывают нового Бога. Это культ золотого тельца, культ обогащения и культ взаимной конкуренции. «Все против всех и каждый за себя». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу», то есть новому Господу. И Аарон делает педестал для этого нового Бога. Сейчас тоже есть религиозные деятели, которые делают педестал для нового Бога, для культа обогащения. Это так называемая теология процветания или обогащения. И многие говорят, что им нужны богатства для представительских нужд, чтобы неплохо выглядеть в глазах сильных его. Но ничто так не может скомпрометировать священнослужителя, как привязанность к мирским тленным богатствам. Ибо богатство нашей веры заключается в том, как сказано в Новом Завете, чтобы мы обогатились нищетою Господа нашего Иисуса Христа. И наша церковь должна быть бедной церковью для бедных людей. И без этого у нас нету никакого будущего. А Аарон, он как бы принял эту теологию обогащения, процветания. Он создает педестал, предлагает некое обоснование для этой новой религии. «На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». То есть они играли на музыкальных инструментах, прославляя этого нового бога, золотого тельца. Что происходит в этот момент, в этом светлом облаке, то, что непроницаемо для людей мирских. «И сказал Господь Моисею, «Поспеши, сойди отсюда, ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились Ему, и принесли Ему жертвы, и сказали, «Вот Бог Твой, Израиль, который вывел Тебя из земли египетской». «И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ Он жестоковыйный. Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от Тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не вспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силой великой и рукою крепкой». Почему Отец Небесный не сокрушает нас, христиан, наши христианские церкви, за то, что мы не соответствуем имени христианина, как апостол Павел пишет в послании к кремлинам, «Ради вас имя Божие хулиться среди язычников». Потому что есть ходатай за всех нас, пред Отцом Небесным. Это Сын Божий, о Котором сказано в Библии. Един ходатай и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус своим. Истинным Богочеловечеством Он ходатайствует за весь род человеческий. И если бы не ходатайство Иисуса Христа, то Божие правосудие прокинуло бы нас в бездну наказания, где плачь и скрежет зубов в аду. И Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не вспоминится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силой великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего, вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножая, умножу семя Ваши, как звезды небесные и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени Вашему и будут владеть ею вечно». Здесь мы видим, что Моисей в своем ходатайстве перед Богом он приводит пример ветхозаветных праведников, подобные мы, ходатайствуя перед Богом за собственные грехи и за грехи современников, восклицаем перед Ним имена святых, ибо Бог наш не стыдится называться Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова, то есть Богом святых. И Бог и явится в реальность этого мира в день суда в сонме святых. «И после этого, что происходит, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Что происходит далее? «И обратился, и сошел Моисей из горы, в руке его были две скрижали, откровения каменные, на которых написано было с обоих сторон, и на той, и на другой стороне написано было». Ранее мы прочитали в 31 главе 18 стих, «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». И вот с этими двумя скрижалями, на которых было написано перстом Божьим, на двух сторонах Моисей спускается к народу. Давайте посмотрим комментарии. Августин Блаженный, это его трактат на Евангелии от Иоанна, пишет, «Если мы определим число, означающее закон, то это будет 10». Итак, деколог закона, то есть эти 10 хорошо известных предписаний, как мы твердо знаем, впервые были записаны перстом Божьим на двух каменных скрижалях. Но закон, если благодать не присутствует, порождает лицемеров и существует только в букве. Поэтому апостол Павел утверждает, буква убивает, а дух животворит. Так пусть дух сопутствует букве, чтобы буква не убивала того, кого не животворит дух. Но чтобы мы исполняли постановление закона не нашими силами, но по дару Христа Спасителя. Конец цитаты. То есть человек самостоятельно не может исполнить закон. И причина, как пишет апостол Павел, что закон ослаблен немощью человеческой плати, то есть человеческого несовершенства. Далее мы читаем 16 стих. «В скрижале были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письменами Божьими». И вот с этими двумя скрижалями Моисей спускается с горы к народу Божию. «И услышал Иисус, Иисус Навин, который первый встречает Моисея, он прятался на этой горе и не знал, что происходит внизу. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею «Военный крик встань!» То есть Иисус Навин, он не слышал того, как Бог говорил Моисею, что еврейский народ впал в это лопоклонство. «Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же они приблизились к стану и увидели тельца и пляски, тогда он, то есть Моисей, воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». Почему он это сделал? Апостол Павел пишет, что когда закон пришел, то грех усилился, ибо сила греха – закон. Моисей спускался со скрижалями, на которых в том числе было написано «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И если бы Моисей принес бы эти заповеди, то ответственность этого народа усилилась бы перед Богом. И их надо было бы всех истребить, поэтому Моисей разбивает эти скрижали, ибо эти буквы святого закона оказались начертаниями проклятия для этого народа, ибо не исполняя эти заповеди, они сами погубили себя. И закон, который дан для жизни, оказался источником смерти, оказался бы источником смерти, поэтому Моисей в гневе разбил скрижали под горою. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым, и сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий». Нечто подобное Христос скажет тем священникам, которые не оберегали истинной веры, которые поддержали культ золотого тельца. Он скажет в день страшного суда нам, что сделал вам народ, что вы ввели его в грех великий, и нам будет очень стыдно. Но Аарон сказал Моисею, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И некоторые говорят, мы не знаем, что сделалось с Иисусом, Он долго не возвращается с неба, поэтому нас начинают привлекать другие боги. Но Христос не медлит, Он долго терпит. Потому что второй раз Он придет не спасать этот мир, а судить этот мир. И если Он откладывает дату своего пришествия, это Его долготерпение, которое должно привести нас к раскаянию. И далее, что говорит Арон, свое оправдание. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя, они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Но мы уже знаем, что Арон делал телца с помощью резца. Он так напуган, что начинает лгать. «В день суда многие скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И Господь скажет им, отойдите от меня, делающие беззаконие». Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Арон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. А какие же враги народа Божия? Амалик уже разбит, все остальные народы трепещут. Бесы радовались падения народа Божия. «И стал Моисей в воротах стана, и сказал, кто Господин, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левины, левиты, можно сказать, за исключением самого Аарона, как бы непричастны были к этому культу золотого телца. «И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал им, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословения. И Христос говорит, и враги человеку домашние его». Почему Моисей перепоручает наказание евреев левитам? Потому что они видели и знали, кто участвовал в этих плясках, кто поклонялся этому телцу. Они действуют как свидетели, ибо по закону народа еврейского свидетель обвинения первый потом бросает камень в того, кого приговорили к смерти. На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не изглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изглади меня из книги твоей, в которую ты вписал». Он проявляет величайшее смирение. Моисей – это человек, который в Библии называется «на икратчайшим». Он готов, чтобы его имя было изглажено из книги жизни. Такой же любовью к еврейскому народу обладал апостол Павел, который говорил, что ради сродников по плоти он готов быть отлученным от Христа. То есть сам был готов находиться в аду, только бы сродник его по плоти, а прили бы дар спасения вечной жизни во Христе и со Христом. Итак, Моисей готов быть изглаженным из книги жизни, погибнуть, только бы народ был спасен. «Господь сказал Моисею того, кто согрешил предо мною, изглаживай с книги моей». То есть Бог говорит «я не совершу несправедливость, которую ты просишь». «Итак, иди, сойди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». То есть если они будут еще согрешать, наказание не замедлит и придет к ним. «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Арод». Итак, сегодня мы окончили чтение 32-й главы книги «Исход». Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 33-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах библейских на нашем портале. Спаси Господь! Берегите себя! Продолжение следует...